МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Итоги на ТВ-3». Меня зовут Хатуна Канжария. Добрый вечер и вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Международное сообщество не признает договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, заключенной Москвой и Сухуми. Представители НАТО и ЕС призывают Россию не нарушать женевские договоренности. Евроинтеграция Грузии глазами абхазов и осетин в Ереване прошли гражданские слушания с участием представителей Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Грузия улучшила суверенный рейтинг. Премьер-министр страны встретился с первыми лицами крупнейших рейтинговых агентств. НАТО не признает договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном президентом России Владимиром Путиным и де-факто абхазским лидером Раулем Хаджимбой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО. Заявление Йенса Столтенберга опубликовано на сайте Североатлантического альянса. Напомню, согласно условиям договора, Москва будет способствовать укреплению международных связей Сухуми, в том числе расширению круга признавших его стран и созданию условий для вступления республики в международные организации. Соглашение также предусматривает, что вооруженное нападение на одну из сторон будет расценено как агрессия против второй страны, которая окажет пострадавшей необходимую помощь, включая военную. Москва и Сухуми также договорились о создании объединенной группировки войск вооруженных сил. На оформление между Россией и самопровозглашенной Абхазией так называемого договора о союзничестве и стратегическом партнерстве откликнулись и в Госдепе США. Как отмечается в заявлении, позиция Соединенных Штатов в отношении Абхазии и Южной Осетии остается четкой. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Вместе с тем США еще раз призывают Российскую Федерацию к выполнению взятых на себя обязательств в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года. Мы разделяем беспокойство, пожалуй, каждого из пребывающих в этой комнате. Я призываю вас ознакомиться с заявлением Госдепа США, которое уже доступно. В нем отражается позиция Соединенных Штатов. Дополнительно могу отметить, что соглашение, оформленное в таком формате, мы не признаем. Не остались равнодушными к так называемому соглашению между Москвой и де-факто Сухуми и в Евросоюзе. Глава Дипмиссии Сфедерико Могерини считает, что подписание Российской Федерации и Абхазии так называемого договора о союзничестве и стратегическом партнерстве может навредить усилиям по стабилизации ситуации в регионе. По ее мнению, подписание противоречит принципам международного права. Подписанная Россия с де-факто властями оккупированного региона Грузии соглашение является вызовом не только нашей стране, но и вызовом европейской и евроатлантической безопасности. Об этом заявил госминистр по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Давид Пакрадзе. Сегодня встретился с руководителем представительства ЕС в Грузии Янушем Херманом. В ходе встречи речь шла об оформленном накануне в Сочи соглашении и был рассмотрен вопрос имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Несмотря на то, что с точки зрения международного права документ нелегитимен, он вызывает достаточно серьезное беспокойство, создает угрозы как для Грузии, так и для европейской и евроатлантической безопасности. Действия грузинского правительства направлены на мобилизацию международного сообщества. Мы рассмотрели процесс имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе вопрос либерализации визового режима и план действий. Что же касается так называемого соглашения, ЕС уже зафиксировал свою позицию сразу после его подписания. Такой шаг со стороны России нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Также противоречит международному праву и обязательствам, взятым на себя Москвой. Мы будем наблюдать за этим процессом. Еще раз подчеркиваем солидарность территориальной целостности и суверенитету Грузии. Президент Грузии Георгий Маргавлашвили начинает консультации с непарламентскими политическими партиями, неправительственными организациями с вопросом о том, как следует действовать для преодоления проблем, возникших в результате подписания Москвой так называемого договора с де-факто властями Абхазии. Председатель парламента Грузии Давид Исупашвили выразил готовность принять участие в консультациях, инициированных главой государства. Приемлемым для всех заявление Маргавлашвили назвала и министр юстиции Грузии Те Цулкиани. В ближайшие дни мы запланируем встречи как с представителями политических партий, так и с широкой общественностью. Цель встречи – сформировать единое видение, дабы противостоять вызовам совместными усилиями. Население Грузии граждане должны твердо продемонстрировать агрессору, что его шаги обречены на провал, и мы никогда не смиримся с тем, чего хочет Россия. Всячески положительно то, что президент еще раз напоминает нам, хотя в этом нет необходимости, что так называемое соглашение между Москвой и марионеточным режимом угрожает суверенитету и территориальной целостности Грузии. Самому жизненно важному для нас у каждого грузина позиция по этому вопросу одна. Интересно, что согласно одному из пунктов соглашения, подписанного Москвой и Сухуми, Российская Федерация будет заботиться о социально-экономическом развитии самопрозглашенной Абхазии. В частности, по заявлению Владимира Путина, в случае достижения консенсуса будет восстановлено железнодорожное сообщение между Тбилиси и Сухуми, а затем и между Абхазией и Россией. Тбилиси никогда и не был против восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию. Об этом влиятельному российскому изданию «Коммерсант» заявил помощник президента России Владислав Сурков. По его словам, этим вопросом он не занимался, но знает, что Тбилиси никогда не был против этой дороги. Вместе с тем, как отмечает издание, видимо, Тбилиси из-за тоже не был, так как дорога до сих пор не функционирует, хотя была построена еще во времена Сталина. И теперь ее надо восстановить, а не строить заново. Касательно этого вопроса заявление сделала глава МИД Грузии Тамар Беручашвили. По ее словам, восстановление любого транспортного и коммуникационного канала осуществится лишь с учетом государственных интересов Грузии. Правительство приняло выясненное направление деятельности, правительство было 18-го. Абхазы как этнос на грани исчезновения, так отозвался руководитель Европейского центра исследований Каха Гуглашвили на подписанное Москвой и де-факто Сухуми соглашение о союзничестве и интеграции. Политолог считает, что россияне начнут притеснять население оккупированного региона Грузии. Впрочем, главной угрозой, по мнению Гуглашвили, является то, что Москва намерена поступить с Абхазией так же, как и с Крымом. При этом эксперт не исключает, что в ближайшем будущем в Абхазии может состояться референдум. За этим непременно последует договор, который позволит гражданам России скупать недвижимость в Абхазии, дома, земли и так далее. Постепенно произойдет заселение из России на оккупированную территорию Грузии. А буквально за пару дней до подписания соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве его горячо обсуждали грузинские, осетинские, абхазские журналисты. Они встретились на нейтральной территории, в Ереване. Впрочем, очередные гражданские слушания в армянской столице были посвящены другой немаловажной теме. Евроинтеграция Грузии. Плюсы и минусы для Сухуми и Цхинвали. Встреча была организована Кавказским центром гражданских слушаний в рамках программы Европейского союза КОБЕРМ. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Билися пусть не такими быстрыми темпами, как Кишинев. Также идет к отмене визового режима с Ченгенской зоной. Эти и другие преимущества евроинтеграции Грузии звучали в докладе грузинского журналиста Тимура Келурадзе. Он провел параллели с Молдовой, которая также имеет наличие неурегулированный Приднестровский конфликт. Но тем не менее, все больше жителей спорной территории выражают желание пользоваться всеми теми преимуществами, которые дает стране сближение с Европой, отметил Келурадзе. Впрочем, докладчица из Абхазии, сотрудница государственного абхазского телевидения Ольга Джонова, считает, что стремление к социально-экономическому благополучию, на которое надеется Тбилиси после вступления в ЕС и НАТО, это всего лишь завуалированный план по деоккупации Абхазии и Южной Осетии. Мы понимаем, что речь не идет об экономической интеграции Грузии и Евросоюза, что вот этой формулировкой маскируется создание дополнительного военно-политического фактора напряженности на Южном Кавказе. В докладе Ольги были расписаны лишь минусы, поскольку девушка считает, что никаких плюсов евроинтеграция Грузии Сухуми не принесет. В связи с чем у одного из участников дискуссии от осетинской стороны, журналиста Тимура Схурбати, возник логичный вопрос, который вызвал у аудитории единодушную реакцию. Грузия, подхода. И вопрос к вам. Куда должна идти Грузия, чтобы Абхазам понравиться? Ничего мы хотим от Грузии, ничего мы не хотим. И нам, собственно, все равно, если это не угрожает какой-то нашей безопасности. Разумеется, и в докладе участницы с осетинской стороны Зарины Санакойвой прозвучало немало критики. Особенно в адрес миролюбивых инициатив Тбилиси, которые журналистка считает подозрительными и содержащими угрозу. Но в отличие от своей абхазской коллеги, Зарина признала, что контакты с Европой были бы ей интересны. Но пока они ей не представляются возможными. Не знаю, насколько власти Грузии готовы говорить напрямую с властями Южной Осетии, но я считаю, что единственная возможность что-то решить, хоть что-то, это говорить напрямую и, наверное, даже желательно без посредников никаких. Впрочем, грузинские журналисты еще раз напомнили своим коллегам из Абхазии и Южной Осетии, что подобные контакты, равно как и подписание соглашения о неприменении силы, чего требуется Хумицхенвалий, невозможны. Вопросу потому, что это будет означать автоматическое признание со стороны Тбилиси независимости оккупированных Россией территорий. Впрочем, на одном вопросе участники встречи все же сошлись. Это Эргнецкий рынок, и те и другие признают, что его закрытие было ошибкой. Я считаю, что период, когда работал Эргнецкий рынок, был приемом независимости Южной Осетии вообще за все времена нашего существования. Участники гражданских слушаний, разумеется, не пришли к согласию, но и те и другие признают, что теоретический компромисс возможен. Но для этого стороны должны пойти на уступки, причем на уровне политических решений, которые пока не входят ни в планы Тбилиси, ни Сухуми, ни Цхенвали. Впрочем, Грузия не перестает надеяться, что со временем жители отколовшихся регионов предпочтут своему пока все еще сомнительному будущему уже опробированное европейское. Впрочем, прежде его должен достичь и сам Тбилиси. Софета Традзи, Александр Габелия, Ереван, Итоги, ТВ3. Премьер-министр Грузии в рамках своего визита в Великобританию встретился с первыми лицами крупнейших рейтинговых агентств. Ракли Грибашвили особое внимание уделил бизнес-обстановке в Грузии. По данным на 2014, Мудиск повысила суверенный рейтинг Грузии со стабильного на позитивный. По данным Standard & Poor's, долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии находится на уровне Double B. А ФИЧ в 2014 опубликовала данные, где Грузии был присвоен новый рейтинг, что подразумевает улучшение экономического состояния страны со стабильного до положительного. У меня состоялась очень интересная встреча с президентом компании ФИЧ. Мы говорили о стабильности экономической обстановки в Грузии. События, происходящие в стране, они оценивают позитивно. Очень хорошо, когда рейтинговые агентства получают информацию о реформах и изменениях от первого лица страны. Премьер-министр ознакомил Standard & Poor's с событиями, происходящими в Грузии. Соглашением об ассоциации с ЕС с положением вещей касательно зоны свободной и всеобъемлющей торговли. И, конечно же, с внешнеполитическими и региональными вызовами. Со скандального дела высокопоставленных чиновников Минобороны Грузии снят гриф «секретно». Правда, частично по-прежнему закрыта та часть материалов, которая содержит в себе секретную информацию, связанную с безопасностью страны. Об этом на проведенном сегодня брифинге заявил прокурор Кока Кацитадзе. Напомню, главная прокуратура Грузии 28 октября задержала нескольких высокопоставленных чиновников оборонного ведомства страны. Они обвиняются в растрате государственных средств в размере более 4 миллионов лари. Грузии 28 октября Сегодня по всей Грузии проходили акции против насилия над женщинами. В Тбилиси митингующие собрались у здания парламента. Организация движения грузинских женщин обратилась к правительству с призывом выработать превентивные меры для предотвращения насилия. Вовремя адекватно реагировать на насилие, если оно произошло. На акции была принята петиция, которую подписали собравшиеся. Эта символичная акция демонстрирует солидарность с женщинами, подвергшимся насилию. Вы знаете, что сегодня отмечается Международный день против насилия над женщинами. В последнее время мы особенно обращаем внимание на все, что поможет избежать насилия. Мы должны воспринять ту реальность, что в Грузии женщины подвергаются насилию. Мы должны сделать все, чтобы избавиться от этой губительной практики. Наша деятельность должна быть направлена на искоренение насилия в обществе, в том числе искоренение насилия над женщинами, которые, к сожалению, по-прежнему остаются проблемой в нашем обществе. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий открыл в кабулете бесплатный детский пансионат имени генерала Мазняшвили в доме, который полностью удовлетворяет самым высоким стандартам, будут жить 50 детей. О них будут заботиться высококвалифицированные воспитатели, как заявил основатель благотворительного фонда социальное партнерство Леонид Черновецкий, для детей будут приобретены игрушки, одежда, бытовая техника и все то, что обеспечит им счастливое и беззаботное детство. При этом ребята будут усиленно изучать английский язык, математику, компьютерные технологии и займутся дополнительными спортивными направлениями. Персонал пансионата из 17 человек укомплектован местными жителями. Отмечу, Леонид Черновецкий уже открыл детский дом семейного типа в Тбилиси, и который неоднократно был назван одним из самых образцовых проектов. В регионе остро стоит проблема образования, пропитания и достойного проживания для социально незащищенных людей. Благодаря благотворительному фонду много детей получат по-настоящему домашние условия жизни. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить достойное детство, поскольку травмы, полученные детьми, заживают очень сложно, и очень важно, чтобы у них было достойное детство. Вы смотрите итоги на ТВ-3. Далее в программе вы увидите. Мистраля не будет. Франция не готова передать вертолета-носис России за причастности Москвы к украинскому кризису. Ожесточить санкции в отношении Ирана Конгресс США занял жесткую позицию после провала переговоров в Вене. Место женщины на кухне. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал о биологических различиях женщин и мужчин. Франция приостанавливает передачу Мистраля России. Соответствующее решение принял президент Франсуа Оланд. Глава Пятой Республики считает, нынешняя ситуация на востоке Украины по-прежнему не позволяет отдать Москве первый вертолет-оносец. Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел страны Лауран Фабиус. По его словам, Франция видит препятствия как в прямом или косвенном присутствии российских войск на территории Украины, так и в некоторых заявлениях Киева, которые потенциально могут осложнить ситуацию. Мистралей не будет. Во всяком случае, пока Франция специальным указом президента отложила передачу России первого вертолет-оносца. Не помогли даже угрозы судебного разбирательства со стороны постпреда Москвы при НАТО. Санкции, введенные Евросоюзом, не препятствуют выполнению ранее заключенных контрактов, однако союзники Франции считают передачу мистралей неуместной на фоне событий на востоке Украины. Россия отрицает участие в конфликте и последовательно опровергает сообщения о присутствии российских войск и военной техники в Донбассе. Мы считаем, что условия передачи по очевидным причинам не были удовлетворены с учетом того, что происходит на Украине. С российской стороны есть недопустимое прямое или косвенное присутствие на стороне сепаратистов, но и со стороны Киева были проблемные заявления. В числе таких заявлений министр иностранных дел Франция упомянула отказ киевского правительства платить пенсии жителям Донбасса, а также желание Украины вступить в НАТО, что, по мнению главного французского дипломата, может создать сложную ситуацию. В настоящее время два вертолетоносца класса «Мистраль» находятся во французском порту Сен-Назер. В конце июня туда для обучения управлением этими кораблями прибыла группа из 400 российских моряков. Как утверждали российские власти, церемония передачи корабля была запланирована на 14 ноября. Но церемония сорвалась. Контракт на поставку двух «Мистралей» был заключен между французской компанией DCNS и Рособоронэкспортом еще в 2011 году. Сумма всей сделки оценивается в 1,2 млрд евро, из которых Россия уже выплатила около 700 млрд. Кроме того, Россия может потребовать от Франции штраф в четверть миллиарда за невыполнение условий поставки кораблей, что станет серьезным ударом по неоправившейся после кризиса экономики Пятой Республики. Но, видимо, в Париже предпочитают потерять в деньгах, но сохранить лицо. В России, впрочем, видят выход из сложившейся ситуации. Правда, выход этот фантастический, как признает сам автор идеи. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал решить все недоразумения между Москвой и Европой одним радикальным действием – исключением США из НАТО. В этом случае, по мнению председателя Нижней Палаты Российского парламента, уровень стабильности и безопасности в Европе довольно быстро вернется в должное состояние. А тем, кто будет продолжать гнуть антироссийскую линию, Нарышкин предрекает печальное будущее. В частности, литовскому лидеру Дали Грибаускайте, недавно назвавший Россию террористическим государством. Литва – это маленькая и красивая страна, а литовцы – это трудолюбивый и умный народ. Но народ тоже иногда ошибается, выбирая своих политиков. А что касается заявления президента Литвы, такое грубое антироссийское заявление, ну явно здесь с ее стороны было желание понравиться и своим хозяевам, и национал-радикалам, и неонацистам, и другим маргиналам. В связи с вызванным словами литовского лидера скандалом, Нарышкину, по его словам, вспомнился другой, как он выразился, политический персонаж, который тоже отличался подобными резкими антироссийскими заявлениями – Михаил Саакашвили. Последний сейчас, по словам спикера Госдумы, не может появиться на родине. США планируют поставлять Украине летальную военную помощь. Такая информация появилась сегодня на сайте пророссийской хакерской группировки «Киберберкут». Взломщики утверждают, что получили доступ к документам американских чиновников из окружения вице-президента Джо Байдена. Отмечается, что Соединенные Штаты собираются поставить в Киеву 400 единиц снайперских винтовок, 2000 штурмовых винтовок, 720 ручных кренотометов и более 70 тысяч мин для них, а также 420 противотанковых ракеты. Хакеры опубликовали также скрин документы, на котором есть подписи, якобы принадлежащие президенту Бараку Убами и госсекретарю Джону Керри. Согласно ему, США также передадут украинской армии три контрбатарейных радара на сумму около 400 тысяч долларов. В американском конгрессе звучат призывы ужесточить санкции в отношении Ирана, ввести новые, отменять старые. С такой инициативой выступили некоторые конгрессмены и сенаторы. Так, республиканец Марк Кёрк, комментируя переговоры по ядерному датье между Тегераном и Шестеркой посредников, заявил, Ирану нельзя предоставлять время на производство атомной бомбы. Его коллеги призвали усилить давление на Исламскую республику на время продолжения дискуссии, заявив, любое заключительное соглашение должно быть одобрено Конгрессом. Напомнить, Тегеряна и Шестерка не смогли достичь договоренности. В условленные сроки решили продлить переговоры до конца июня 2015 года. По планам, в ответ на отказ Ирана от ядерных разработок, Запад отменит санкции. Мы намерены использовать нынешний импульс, чтобы завершить эти переговоры в кратчайшие сроки, около 4 месяцев, и, если необходимо, использовать оставшееся время до 30 июня, чтобы разрешить возможные остающиеся разногласия. Мы хотим завершить переговоры как можно скорее, никто не заинтересован в их затягивании дальше. Может, нужно будет время, чтобы написать черновик и обсудить технические детали, но чтобы принять политическое решение, дополнительного времени не нужно. Папа Римский выступил в Европарламенте. Предстоятель католической церкви прибыл в Страсбург с рекордно коротким визитом по протоколу всего 3 часа 50 минут. Более того, это практически единственный случай в истории Ватикана, когда понтифик не принимает участие в религиозных церемониях. Вместо этого Папа Франциск решил встретиться с политиками, в том числе с лидерами ЕС. С трибуны Европарламента он обратился к европейцам с посланием надежды и ободрением. В своем выступлении понтифик говорил об экологии, безработице и незаконной миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, об экстремизме, в том числе на религиозной почве, а также о человеческой личности, одиночестве и необходимости преодолеть свои страхи. Дорогие члены Европарламента, пришло время работать вместе для построения Европы, которая вращается не вокруг экономики, а вокруг священности человеческой личности, вокруг неотъемлемых ценностей. Пришло время отказаться от пугливой и эгоцентричной Европы, чтобы вновь превратить ее в хранилище науки, искусства, человеческих ценностей и веры. Вместо женщины на кухне примерно к этому сводятся слова президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Выступая в Стамбуле на мероприятии, посвященном правам женщин, он заявил, что представители слабого и сильного полов априори не могут быть равны, ведь биологические различия не позволяют им выполнять одни и те же функции. По словам Эрдогана, в действительности женщинам нужно равное уважение, а не противоестественное равенство. Турецкий лидер также обрушился с критикой на феминисток, напомнив им о материнском долге. И те, в свою очередь, уже успели обвинить президента в дискриминации по половому признаку и нарушении в Конституции международных конвенций по вопросам гендерного равенства. Вы не можете поставить женщин и мужчин в равное положение, ибо это противоречит самой природе. Наша религия определила предназначение женщины, она должна быть матерью. Это нельзя объяснить феминисткам, поскольку они отвергают идею материнства. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать, но никуда не переключайтесь. В гостях Нукзара Рухазе, сегодня известный грузинский спортивный журналист Даток Лебадзе. Несложно угадать, что темой разговора будет футбол. Меня зовут Хатуна Канжария. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»